С вами Джамбо Макс, и как вы догадались, в этот раз мы поговорим о нашем любимом Иксбоксе. А именно о том, как он вдруг стал для многих настоящим говном и ненужной консолью. Сразу скажу, что речь пойдет больше о консольной стратегии, нежели про само устройство, поскольку она остается неизменной. Она все еще хороша по дизайну, по габаритам, на ней все еще удобная экосистема, геймпад, и Series S все еще является отличным входом в мир видеоигр. Я сам до сих пор играю на Иксбоксе Series X, ибо мне привычнее, удобнее, но вот то, как Microsoft в последние годы относится к стратегии консоли, это, конечно, очень и очень печалит. С теми, кто будет согласен с мнением, обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, высказывайте альтернативное мнение, если вдруг вы не согласны, и давайте начнем. Начну с того, что девятое поколение консоли началось реально чудесным. Было много обещаний, ожиданий, заявлений, анонсов, да и в целом то, как чувствовал Иксбокс себя на рынке, очень радовало. Много было игроков, обсуждение того, что нас ждет, было большой дружной комьюнити, которая реально радовалась и делилась впечатлениями и тем, во что она будет играть в будущем, а-ля следующий год будет просто прекрасным годом для Иксбокса. Но каждый год, абсолютно каждый новый год становился все непонятнее и непонятнее, и я бы даже сказал скучнее и плачевнее в плане игр, и это факт. Если вы с этим не согласны, и для вас в вашей голове все еще какая-то есть Иксбокс победа, увы, это всего лишь интернет-мем, который расфорсили по приколу те, кто только-только начал входить во всю эту интернет-движуху, и те, кто, возможно, даже не играл на нем. Да, в интернет-среде просто иногда модно подхватывать какие-то популярные темы, тренды, позиции, пытаясь оторвать часть аудитории за счет респекта и типа «правильной стороны» в кавычках. Мол, смотрите, а он тоже, как и я, топит за Иксбокс и слет Сони, ему нравится эта консоль, а значит он крут, давайте подпишемся. Если вы хотите себя обманывать, да без проблем, продолжайте, но основная аудитория даже в СНГ у нас из тех, кто сидит на ПК, на плойке пятой, на свитче и только уж потом на Иксбоксе. Кстати, если вдруг у вас все еще нет никакой игровой платформы, а очень хотели бы, то все это можно приобрести в Технодеусе. У этих ребят есть все актуальные игровые консоли, как и стационарная, именно Иксбокс серия с Плэссэшн 5, даже Плэссэшн 5 Про будет, когда она появится. Также есть портативные, Steam Deck, Rockaline, Nintendo Switch, Lenovo Go. А самое главное, что это все по хорошим ценам, и если используете промокод JumboMax, вам еще и скидку в 1000 рублей дадут. В ассортименте, помимо этого, у них есть айфоны, смартфоны, планшеты, смарт-часы, ноутбуки, экшн-камеры. В общем, ассортимент у них реально огромный. Предоставляет годовую гарантию, делают доставку по всей России и имеют шуру в Москве, поэтому если тебе что-то нужно из электроники, переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеусе. Так что с Иксбоксом действительно стало не так. В первую очередь, за что реально можно кинуть претензию Майкам, и оно будет реально одним из самых важных критериев, это качество проектов для Иксбокса. Как и эксклюзивных, так и мультиплоформенных. Если говорить по факту, Microsoft это просто огромная компания с большими финансами, возможностями, технологиями. У них огромное количество талантливых студий, людей, но все, к чему они прикасаются, становится таким себе. Kale Infinite, Starfield, Hellblade 2, да по сути все, что вышло в девятом поколении консолей, кроме Forza, и еще пару проектов. Это очень спорный проект, который по сей день вызывает неоднозначные впечатления. То не могут сделать 60 FPS сразу, то не могут сделать нормальную поддержку, то за 5 лет разработки ничего нового по сути не предоставили. То перевод они не смогли сделать, возложив эту тему на мододелов, которые за раз-два справились с этой задачей. Мультиплоформа, увы, иногда выходит хуже по качеству, несмотря на ту самую мощь, которую нам втирали все эти долгие годы. Ну вот реально, объясните, в чем был смысл кричать про мощь и делать на нее упор, считает Терафлопсы? Когда далеко не все проекты выглядят лучше, хотя на бумагах это должно быть. И если кто-то из вас думает, что старенькие игроки просто зажрались, нет. Они как раз-то говорят по факту, в отличие от тех, кто только-только начал играть и находится в этой эйфории, проходя большинство шедевров старого поколения, а не нового. Увы, но несколько проектов либо вышли с задержкой, пропустив весь хайп, либо вообще фиг знает, когда выйдет, да, все еще непонятно, почему не вышел Vukong. Хотя я уверен, что он мог бы многим понравиться. Что касаемо какого-то общего хайпа, они также остаются в стройне большое количество раз, вкидывая свои финансы в какое-нибудь говно с корн, а не в действительно стоящий проект. Кстати, появился еще один не очень крутой звоночек, а именно для обладателей Xbox Series S. И состоит он в том, что новая королевская битва, в которую пока можно играть в тестовом режиме, доступна на всех актуальных платформах, кроме, угадайте, на какую консоль. Xbox Series S. И если майки долгое время впрягались на нее, требуя, чтобы версии выходили на обе консоль одновременно, сейчас же есть такой случай как раз-таки не выхода игры на эту консоль. Поэтому я уже сомневаюсь, что она может прожить до конца поколения. Да и о чем речь, если уже давно обсуждается, что хитовые экзы выйдут и на плойку. Я помню момент, когда майки только-только начали об этом говорить, как многие смеялись над моим видосом по поводу того, что слив маленьких экзов это только лишь начало. Мол, опять он херню несет, банюку тут разводит, Xbox победа, все дела. В итоге такая тема продолжается и продолжится. Да, Doom и Indiana Jones уже официально будут и на плойке, и если же Doom сразу, то Indiana чуть попозже. Я не буду удивлен, если Хейл и Гирю также сольют. Я в целом не против, что в эти франшизы поиграли другие, но это делает покупку именно Xbox'а в глазах потребителей еще бессмысленнее. Типа, ну вот смысл покупать, если эти игры все равно появятся на другой платформе. И на другой платформе будет еще больше игр, и смысл мне как-то щемляться в списке игр. Для уникальных пользователей, которым якобы не нужны эксклюзивы, я кстати до сих пор вижу такие комментарии, типа, я вот покупаю Xbox ради мультиплатформы, мне не нужны эксклюзивы. У меня всегда к вам вопрос, а разве мультиплатформы это не игры, которые доступны везде? То есть, если вы ради мультиплатформы возьмете плойку или ПК, то что изменится? Вы также будете в них играть и даже в лучшем качестве. И разве вы не хотели бы сверх этого поиграть в еще дополнительные игры? Ну это же бред. Не знаю почему, но многие всегда такими себе преимуществами Xbox, а-ля мне проще его разбирать, чтобы поменять термопасту. А то каждые полгода ты это делаешь. Но тут и есть квик резюм, который не работает иногда нормально. Xbox по габаритам намного меньше и красивее, и PlayStation. А то у тебя не хватит места, чтобы поставить ее на полку или сзади телек и забыть про него. И как будто ты на него всегда смотришь во время игры. При этом всем скрывает самое главное и реальное преимущество Xbox по сравнению с другими консолями. Это более мощная подписка и более простое приобретение игр. И то сейчас майки даже это преимущество смогли тупо ухудшить. Подписка Xbox Game Pass все еще остается мощнее. Может быть для кого-то она не особо выгодная, но вы за счет нее, а именно с уровня Ultimate, все еще получаете игры в день релиза. Вы получите и новую колду, и Indiana Jones, и все игры, которые выйдут в будущее. За это реально респект и спасибо майкам за такое крутое предложение. Кстати, если вдруг у кого-то нет подписки, оформите его можете по ссылке в описании. Но если вдруг вы не знали, то майки ухудшили конвертацию. То есть теперь конвертирую подписку в соотношении совершенно другое и не такое выгодное, как раньше. Подписка Xbox Game Pass обычная, лишилась главного преимущества, а именно игр в день релиза. Да, теперь такая тема доступна только в более дорогой подписке, а именно в Ultimate. Но зато в обычной появился онлайн. Программу игры по голду уже давным-давно закрыли, теперь мы не получаем 4 бесплатные игры в месяц. Да и само наполнение подписки со временем стало хуже, отчего в некоторые года мы так и не получили обещанные эксклюзивные проекты. Опять же из-за переносов. Ну а что касаемо более простой покупки игр, то там вообще сейчас жопа происходит. Если же в начале года изначально майки внезапно прикрыли способ покупки из консолей, за счет чего они банили и консоли и все аккаунты, которые прошли через нее за определенное время. То потом, когда они закрыли это, они стали прикрывать покупку с браузера и теперь, как вы знаете, в дешевой Турции покупать крайне тяжело. Либо это на новый аккаунт, на котором потом со временем накладывается блок на покупку, поскольку теперь майкам важно, чтобы вы находились в том регионе, в котором покупали. Либо же юзайте всякие сервера, протоколы, чтобы ваша система думала, что вы там, либо покупайте там, где дороже. Короче, стало намного геморнее, даже геморнее, чем на плойке, в которой нужно всего лишь иметь по одному аккаунту тех регионов, в котором хочешь приобретать. Пришлось тоже создавать новый аккаунт, поскольку на тот, на котором не всегда ребята из X-Games сделали игры, он просто стал не работать для покупок. И поэтому как бы то самое преимущество про экономию и простоту тоже разлетучивается, поскольку ценники стали плюс-минус одинаковые везде. И чтобы вы понимали, это не какие-то субъективные мысли, а-ля мне нравится или не нравится. Это факты, с которыми как-то приходится играть дальше, если ты по-настоящему любишь Xbox и не хочешь с него переходить никуда. Ладно, с ценниками, которые по факту все еще иногда не достигают официальных цен, ибо тот же G-Pass вместо 20k мы все равно оформляем там где-то за 7-9 косарей. Но хочу напомнить, что майки вообще нам сделали подлянку в России, где все новые консоли не ростест, завезенные после определенного дата, получают ошибку ДНС. Да, мы привыкли к ней, но у кого-то она возникает все чаще, и вообще нужно колупаться, чтобы ее решить. Я прекрасно понимаю, что это политический момент ухода компании с нашей территории, но если сравнивать с другими платформами, они не блочили таким образом устройство. Только лишь возможность покупки. Знаете, многие, в том числе и я, думали, что покупка студии как-то поможет подразделению. Но, увы, все оказалось намного плачевнее. Закрыли разработчиков, подаривших нам офигенную Half-Rush, потеряли на нее права, закрыли Arkane, отменили выживалку от Blizzard, стали сливать эксклюзивы на плойку, стали увольнять сотрудников. Вы, кстати, не заметили, что почти никого не осталось, кроме Фила Спенсера и Сары Бонд. Раньше был и майор Нельсон, ребята, которые занимались продвижением контента на Xbox. И взамен мы получили лишь то, ну, несколько старых новых игр в подписке. Офигеть, спасибо. Нет, конечно, за новую колду реально спасибо, но, блин, этого недостаточно. И как бы вы не любили в свое время Xbox One, у него реально было офигенное развитие. И как раз-таки с помощью него майки сумели создать очень хорошую базу за счет экосистемы, обратной совместимости, эксклюзивов, функций Play Anywhere, кросс-платформы. И все, что вы видели в Xbox Series, это тот же Xbox One, только вот вместо развития он сейчас получает, наоборот, остановку. Обратку тормознули, FPS Boost прикрыли, клубы и аватары вообще хрен знает зачем существуют. Многие из вас этого не застали и не увидели, поскольку все поголовно, опять же, хейтили майков за консоль. Но сейчас ситуация реально, к сожалению, плачевная. А знаете, почему так происходит? Потому что майкам уже давным-давно все равно на консоль, для них сейчас приоритетом является подписка и облачные сервисы. И на консоль они кладут большой и жирный болт с каждым разом. И я честно не понимаю, как многие этого не замечают. Нет, хотя замечают и с каждым разом я больше вижу людей, пишущих, что пока Xbox я перехожу на ПК. О чем речь, если даже в моем Boost чате, в котором мы уже давно обсуждаем все эти темы, и у которых большинства был Xbox. Либо его продали, либо приобрели ПК, либо собираются, опять же, его приобрести. И проблема Xbox заключается в том, что у них отсутствует должный контроль над студиями. Нету нормальной стратегии для консоли, которая, если раньше являлась центром подразделения, целью развития, то сейчас это просто один из компонентов на фоне, который можно оставить для крайне маленькой аудитории. Знаете, мне, честно, жаль при этом Фила Спенсера по-человечески, поскольку он был связующим звеном между игроками, и он со своей командой реально пытался дать нам крутое выгодное предложение. Хорошее устройство, да и в целом больше игр. Но теперь, когда в компании стратегия меняется, он получает больше всех по шее. И когда ему надо было говорить сначала о том, что будут эксклюзивы на Xbox, а потом они будут на плойке, прослеживается, насколько ему неловко. Понимая, что теперь Xbox нужны деньги от игроков, и по-другому он никак не сможет их получить, поскольку их изначальная стратегия перестала работать и не оправдала финансовых результатов, иксбоксеры превратились в большинстве своем в фанатов подписки, а не их франшиз, которые нужно спонсировать. От этого у майков и рушится вся эта фигня. В году так 2019 я верил, что майки смогут добиться высот, ибо у них было реально классное предложение и видение рынка, но их ожидания просто не оправдались. Подписку оформила не столько, сколько они рассчитывали, и рост ее значительно снизился, консоли стали покупать еще хуже, чем в поколении Xbox One, хотя по факту они старались. И сейчас они всеми возможными вещами показывают, ребят, нам все равно на вашу консоль Xbox. Да, спасибо, что как бы вы ее покупаете, там геймпады, консоли, подписки, но нам нужно расширяться и плыть в сторону большего числа игроков, а именно в сторону плойки и ПК, что мы и собираемся делать. Поэтому уже с давних времен по чуть-чуть Xbox превращается лишь в шильтик, значок, который теперь не отражает игровую консоль, а отражает лишь бренд, который будет дальше жить на ПК, в облаке, в виде приложений на портативках и лишь немного на консолях. Конечно, может быть в новом поколении что-то кардинально поменяется, но я не думаю. Увы, но PlayStation, как бы ее не засирали в интернете, это явный лидер в этом сегменте, который будут и дальше поддерживать монетой. А Xbox так изредка и ради халявы, отчего и для пользователей, и для майков, в нем будет с каждым разом становиться все меньше и меньше смысла. В целом, это все мои мысли по поводу стратегии Xbox на сегодняшний день. Если вам понравился видос, поддержите лайком. Если у вас другое мнение на этот счет, напишите альтернативное в комментариях. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok